Государственные награды защитникам Отечества. В преддверии праздника в регионе отметили бойцов, героев специальной военной операции и тех, кто оказывает им поддержку в тылу. Кто удостоился высшего звания Герой России, узнал Александр Ширудила. Полный зал Новосибирской филармонии. Военнослужащие, курсанты, ветераны. Стоя аплодируют Владимиру Сайгелю. Сегодня он удостоен звезды Героя России. Под его командованием разведрота в июле провела пехоту на штурм опорных пунктов противника. После этого разведчики приняли бой, отразив более 10 контратак врага. Владимир был тяжело ранен, но продолжил руководить бойцами до конца сражения. Звезда Героя – это для всего личного состава моего подразделения, в котором я воевал, с теми ребятами вместе. Это их награда полностью, целиком. Потому что они проявляют до сих пор, там находятся и проявляют мужество, героизм каждый день. Герой России вместе с другими участниками спецоперации принимает заслуженные поздравления. Сегодня они – пример служения Родине. Сначала СВО три подразделения, сформированные из наших земляков, были удостоены звания гвардейских. Вы делаете великое дело. Это больше, чем просто несение службы и добросовестное исполнение воинского долга с героизмом, с ответственностью. Вы вокруг объединяете всех нас. Объединяете вокруг президента, вокруг наших героев, вокруг общего правого дела, в котором мы уверены. В условиях специальной военной операции происходит переоценка ценностей не только на передовой, но и в тылу. В правительстве региона почетными грамотами и благодарностями отметили тех, кто участвует в формировании подразделений армии, занимается подготовкой войск и поддерживает семьи участников спецоперации, собирает гуманитарную помощь. Сегодня от большого города Новосибирска до малого села все помогают, абсолютно все. Плетут сети, собирают необходимую помощь. Бабушки с пенсии помогают. Вы представляете, что это такое? Бабушки, которые помнят еще ту войну и тех солдат, которые приходили. Вы знаете, глядя на вас, наверное, четко понимают, что будущее нашей страны в надежных руках. И победа будет за нами. В регионе работает целый ряд мер поддержки для участников спецоперации. Необходимую помощь оказывает фонд «Защитники Отечества». Сегодня там также отметили бойцов государственными наградами. Уже обращались в фонд на тот же предмет, как ветеранское удостоверение. Сам буквально месяца полтора назад подал, что все в процессе, все работает. Плюс еще сегодня такое событие, неожиданная награда государственная из рук губернатора. Очень приятно. На встрече с бойцами глава региона гарантировал всестороннюю поддержку каждому участнику спецоперации, независимо от категории, в том числе оформление региональных выплат тем, кто получил ранения, но не имеет необходимых документов. Александр Шарудила, Борис Гладких, Новости ОТС. Борис Гладких, Новости ОТС.